Вот Дарья ко мне постучалась как бы не в друзья, а предложила вступить в ее сообщество. И я решила сделать ей такой как бы сюрприз. И не просто ответить, а сделать разбор ее сообщества. Первое, что в разборе я хочу вам рассказать, Дарья, это то, что зачем вы ко мне постучались, чтобы я вступила в ваше сообщество. Что вам это даст? Просто набрать людей в сообщество? Это абсолютно неправильно и неверно. Я не являюсь вашей целевой аудиторией. Салон Груминга, как я выяснила не так давно, это салон, где стригут собак. То есть занимаются стрижками животных. Возможно, что те люди, которые держаты, знакомы с этим сленгом. Но кто не держит или кто только завел, возможно, вообще не понимают, о чем ваше сообщество. Поэтому я бы подумала немножечко по другим ракурсам, как сделать название. Дальше. Что очень плохо, это ваша аватарка. На ней, на компьютере совершенно непонятно, что это и о чем это. Там есть мелкий шрифт. Там, я так подозреваю, наверное, пудель, потому что издалека я вижу какие-то шарики. Давайте мы сделаем это покрупнее и посмотрим. Ну да, здесь такой смешной пудельочек и очень-очень много текста с лапками. И все это очень мелко. А если с телефона, так вообще, я думаю, что не будет видно. Ради интереса сейчас зайду и посмотрю, что я вижу на телефоне и как я вижу вашу шапочку. Шапочка мне ваша нравится. Очень-таки интересная. Понятно, что человек любит животных. Что здесь про отношения человека и животных. Да, вот я захожу к вам в сообщество с телефона. И хочу сказать, что здесь все очень плохо и все не видно, что тут написано. Поэтому, что касается аватарки, аватарку надо менять. Кнопка позвонить. Эта кнопка позвонить работает исключительно только ВКонтакте. Если человек не находится ВКонтакте, то позвонить он вам никак не сможет. Потому что если мы нажмем позвонить, высвечивается вот такое вот окошко. И я человек, который вроде как бы знает, как этим пользоваться, ни за что не стану сюда нажимать. Кто не знает, тем более. Дальше. Написать сообщение включены. Это хорошо. Принять приглашение. То есть, в данном случае вы меня приглашаете. Я могу принять, могу не принять. Я, естественно, принимать не буду. Я могу принять только в том случае. Если вам надо продвижение, то для этого я вступлю в ваше сообщество. Чтобы вы мне дали права на работу с вами. В качестве администратора или рекламодателя. Это уже как бы при условии, что мы с вами будем сотрудничать. И так как я не обладаю интересом к вашему сообществу, вступать в него не буду. Дальше. Хочу почитать информацию. Наша работа – это забота и любовь к вашему четвероногему ребенку. Я вот тут не согласна со словом ребенка. Но, честно, когда люди начинают. Это психологически, я считаю, неправильно. Это замена животным, ребенка. То есть, как бы все-таки я бы здесь поменяла бы эту фразу. Лучший мастер для ваших питомцев. Работаем с любыми породами собак и кошек. Чистим зубы без наркоза, спа. Ну, это здесь как бы все понятно, о чем вы занимаетесь. Вот это вот как бы хорошо, понятно, здорово. Номер телефона есть отлично. Топлинк у вас есть. Тоже место имеет быть. Так, у вас выставлено, что это услуги для животных. Есть адрес, потому что вы приглашаете на конкретный адрес. Здесь, в принципе, все хорошо. Что касается, так, у вас группа, и вы в нее приглашаете. Я бы это заменила на сообщество и пустила бы в рекламу. Я думаю, что был бы толк больше, потому что вы бы настроили рекламу на территориальное и захватили бы именно ту целевую аудиторию, которая была бы именно вам нужна. А не всех подряд, непонятно из каких городов. Зачем вам просто набор людей? Это вообще, вот никого сейчас не волнует, сколько людей у вас в группе. Волнует, что эти люди вам дадут. Просто если у вас сейчас будет куча нецелевых людей, вы запустите рекламную кампанию и просто будете сливать свои деньги по той причине, что вы будете гнать рекламу совершенно не на тех людей, которые вам нужны. И продаж у вас, в общем-то, если и будут, то и какие-то единичные. То есть я бы это не стала делать. Как правило, в сообществах мы делаем рассылщик и в рассылщик набираем людей. Почему? Потому что вот к этим людям мы дотянуться никаким образом не можем. Они нас могут видеть в ленте, могут не видеть в ленте. До людей, которые попали в рассылщик, мы дотянуться всегда можем. Мы даем им контент, прогревающий контент можем. В вашем случае вы можете говорить, какие-то у вас новые процедуры, какие-то у вас акции, какие-то у вас скидки, что-то у вас поменялось в режиме работы и так далее. То есть вы можете контактировать непосредственно через письма. И это не спам, это официальный инструмент, который человек самостоятельно разрешает ему присылать сообщение. Дальше у вас есть менюшечка. Я хочу на нее нажать, потому что, судя по такой скромной картинке, видимо, это отзывы. Но здесь написано «Окрыть положение», что и не есть правильно вообще. А вот тут вот, ну, как бы тоже не совсем это верно, это надо было исправить. Давайте посмотрим, что у вас за ней вообще скрывается. Простите, но она у вас не рабочая. Что вот это? Это ни о чем. Вы человеку увели от себя, он про вас уже забыл и не вспомнит. Что от вас хотели? Зачем вам вот это с кучей ярлыков? Дальше у вас идут альбомчики. Вот сейчас я как бы понимаю, что это ваш логотип. Судя по тому, что у вас вот здесь фотографии как раз на этом фоне, с этой пуделяшечкой, сделайте это не в аватарке. Сделайте это действительно как логотип. Поместите его на шапке вашего сообщества, где-то в углу, где он будет виден и иметь вес. А на аватарке не надо. На аватарке сделайте что-то, то, что будет понятно людям, что это именно парикмахерская для животных. Здесь красоточки всякие. Прямо, прямо, прямо. Здесь все так здорово. Мне очень нравится. Но я просто люблю животных. На данный момент у меня некого к вам приводить. И не планирую. Здесь идут прайс-листы. Вот смотрите. У вас, я бы сказала, котлеты и мухи в куче. Разделите прайс-листы отдельно. Вот это, грубо говоря, кейсы ваших работ. Это кейсы. А вот это у вас уже цены. То есть, это должно быть раздельно. И все вот эти ваши прайс-листы я бы, наверное, бы сделала. Возможно, даже где-нибудь, может, и в статье. Ну, тут надо было бы подумать. Или отдельным альбомом. Но это у вас кейсы плюс цены. Как бы не совсем правильно. Правила посещения. Здесь одна фотография. То есть, здесь только правила. Как бы эти правила, я думаю, что вот смотрите, я открыла, что я здесь вижу, я ничего не вижу. Эти правила нужно прописать, но явно не здесь. То есть, эти правила могут быть прописаны в обсуждениях и вынесены как раз через меню, где будет в меню стоять кнопочка. Вот здесь, что ознакомьтесь с правилами посещения нашего салона. Здесь также может быть кнопочка прайс-листов и кнопочка с вашими кейсами. И какой-нибудь, ну, вот больше четырех мы здесь не рекомендуем делать. И что-нибудь еще, например, с какой-нибудь, какой-то литмагнит. То есть, это нужно продумать, что там у вас есть. Возможно, это какая-то акция, возможно, это какая-то скидка, возможно, это вступить в какой-то клуб по животным, где вы будете давать какие-то полезные материалы, там, как ухаживать, как правильно, за теми же зубами, да, там, за шерстью и так далее. То есть, надо было подумать. Здесь у вас идут репосты. Репосты всегда плохо. Они снижают ваши охваты. Хэштеги вообще все, вы убили себя полностью напрочь. Вы убили, смотрите, показываю человека в никуда. Он про вас забыл. Долго подвисает. Посмотрите, куда человек попал. В никуда. Видите, он увидел других животных, он увидел другие сообщества. Все, вы его потеряли. Здесь должны стоять, если вы хотите сделать хэштеги, то только исключительно уникальные хэштеги. Вы наверняка пришли, как и многие из Инстаграма. Давайте посмотрим. Я хочу посмотреть, когда у вас вообще это все было создано. Судя по всему, недавно. Мои предположения, что 13 марта вы создали сообщество, создали группу. Ошибок, конечно, очень-очень много, которые нужно было бы исправить. Вот. И только что у вас здесь есть, это записаться, телефон, все это не кликабельное, и на разные мессенджеры. Смотрите, мы можем с вами созвониться, пообщаться, если вам, конечно, это интересно, поговорить о том, как все это исправить, как это все скорректировать в сообществе, сколько это будет стоить, и вообще, как можно это продвигать через рекламу. На самом деле, все это реально и возможно. Вот. Единственное, что сейчас, как бы здесь, не подвластно исправить в вашем сообществе, это сами посты. Посты мы можем исправлять в течение недели. Вот здесь, видите, нету редактировать. То есть, вот это мы убрать не можем. Что только можно сделать. Можно этот, тем более, это был репост, это все удалить и заново опубликовать. Это один из выходов, из выходов, чтобы убрать вот это все, что уводит человека в сторону и как бы привести в должный вид. Плюс, опять-таки, увеличить охваты за счет того, что это будет не репост. Так, дальше видео. В видео я не буду заглядывать. Я уверена, что там, как проходит сам процесс. Я думаю, что это всегда актуально и здорово. Вот дальше. Вот здесь вот контакты. Вот как раз в контактах можно написать, что был мастер и как раз тут телефон есть для связи. Тоже написать. То есть, точки касания должны быть. У вас нету отзывов. В обсуждениях мы обычно их делаем. То есть, реально есть над чем работать. поэтому я надеюсь, что моя, так скажем, бесплатная консультация для вас была полезна. И буду рада, если вы мне оставите свой отзыв в моем сообществе по этой бесплатной консультации. Так как вы не просили этот разбор, но вы постучались ко мне с приглашением в сообщество, то я в свою очередь даю вам как бы обратную связь с той полезностью, которую на сегодняшний день могу вам предоставить. Так как просто нажав на кнопку отказаться, я вам не принесу пользы. А этим видео я вам рассказала, над чем можно поработать. И, конечно же, я рассказала меньше 50% из того, что вообще можно делать в этом сообществе. Редактор субтитров Корректор А.Егорова